Настоящий завод в миниатюре. На базе ЧГУ имени Ульянова начал функционировать современный центр образовательных технологий в области электротехники и энергоэффективности. В Чувашии это первый и пока единственный учебный центр на базе вуза, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Помимо научных исследований здесь займутся и подготовкой кадров. Красная ленточка перерезана, добро пожаловать в мир энергетики и электротехники. На первый взгляд совсем неприметная аудитория. На самом деле здесь около ста различных приборов и устройств. Будущие специалисты с гордостью показывают гостям все возможности нового учебного центра. В его составе три лаборатории. Компьютерный класс на 10 мест с приборами автоматики и необходимым программным обеспечением. Один из них. Школьники уже живо принялись за работу. 17-летний Кирилл твердо уверен, свое профессиональное будущее свяжет с электротехникой. Эти знания в будущем мне помогут для сдачи физики и как бы уже я могу спокойно ориентироваться в таких электросхемах. Это как бы пример простой игры ковбоя. Как только запищит, начнется сигнал, надо вовремя нажать на кнопку и тот, кто успеет первым нажать, загорится, получается светодиод и значит тот становится победителем. Несмотря на игрушечный вид конструкции, в основе многих из них лежат весьма серьезные технологии, аналогичные промышленным. Датчики и системы такие же, как на реальных установках. Центр образовательных технологий, совместный проект с Сибоксарским электроаппаратным заводом. По словам заведующей, это большое событие, которое дает возможность уверенно смотреть в будущее. Наши выпускники уже как бы будут нацелены на трудоустройство уже. А это же самое главное, они же учатся для чего? Чтобы где-то работать. Здесь у нас программируемые контроллеры, студенты с ними занимаются. Здесь у нас проходят занятия по вычислительным методам, по информатике. Занимаются школьники, вот как вы видели уже. Для них более легкие схемы, они называются матрешки. Они там как бы в виде игры, они чему-то обучаются, что для них интересно. Изучить, как обеспечить безопасную и бесперебойную подачу электроэнергии поможет этот электропривод. У нас есть лаборатория высоковольтного оборудования. Благодаря, кстати, именно электроаппаратному заводу оснастилась эта лаборатория, в которой находится в первую очередь дорогостоящее, очень ценное оборудование. Это шкафы высокочастотного регулируемого электропривода, шкафы линейных систем электроснабжения. Это уже для все-таки студентов. Так, учебный центр на базе вуза позволит ребятам работать на современном оборудовании, используемом в электротехническом классе речевашии. Общие инвестиции в его создание составят более 10 миллионов рублей.